всем привет дорогие друзья всем желаю хорошего дня и хорошего настроения начиная видео вот с такого кадра где мои детки лазят по туннельчика который нам присылала оля с германией очень уж он им нравится и они готовы целый день лазить по нему и вот целыми днями они в нем играют спасибо огромное за такую радость предоставленную для моих детей так поставила варить свеку морковку картошку и свеклу буду делать селедка под шубой салат если вам интересно оставайтесь с нами всем добрый вечер у нас уже вечер на игрушки лишь я сегодня сделала селедку под шубы и ребятки еще один делаем сейчас вернусь вам дорогие друзья ничего не снимала как готовила салат я камера включена оказалось нет в целом приглас приглашаю вас к нам на салатик сделал уже вторую порцию селедку под шубой первую уже съели это уже вторая у меня селедка под шубой заходите на кормы ближайшие дни сделаю видео какие бы я приготовила салаты на ногу но постараюсь делать обязательно так что вот как-то так наша вечер наш пойду ребятишек баню мать и потом спать чем все занималась немножко уборка стирка готовка ничего не снимала потому что у нас гости были и сегодня выложила блокнот алмазной мозаики фотографию по моему уже в инстаграм даже выставила или еще не выставляла не помню посмотреть некуда было что телефон не садился ну как-то вот так вот у нас делала наша шумно дети бегают скачут всем кто кушает всем приятного аппетита вот такая вот красота у нас получается такой тарелки это и киевская тарелка у меня были куда-то их много но дети все перебили одна единственная осталась и киевская тарелка черная классная вот такой вот цела на новый год кстати мы тоже делаем селедку под шубой потому что мы ее любим но у нас только оксана ее не ест поэтому вот так остальные все ее очень даже нет всем кто кушает всем приятного аппетита всем добрый вечер еще раз как-то пытаясь свет так наладить что более-менее был я же вам сегодня похвастаю что блокнот сделал решила показать у меня детки уже спят а я вот села мне на свете штаны зашить и решила показать блокнот который я в алмазной технике выложила фотографию кстати в инстаграм и сегодня его сделал этот блокнот я себе заказывала на день рождения вот такая вот красота у меня получилось прошу прощения просто у меня упала телефон с камеры целом вот такой вот ребята блокнот я сегодня сделала очень красиво смотрите как он весь переливается это блокнот внутри он просто в линию идет вот такой вот красивый он как идет замена кожи что ли я его помните брала себе на день рождения но сама себе такой подарок сделала вот такой вот у меня блокнотик получился я очень думаю сверху его лаком покрыть потому что я все свои алмазные мозаики я покрываю лаком я кстати после бани пришла волос видите ки еще даже не высохли до конца вот как то вот так и вот такой блокнот я себе сделал я такой блокнот сделал сделала для рукоделия я буду заводить рукодельный блокнот чтобы записывать начало процесса и завершение когда буду в следующем новом году с 1 января вот начну его уже делать и вот думала мне как-то говорили сделай какой-нибудь розыгрыш со своим рукоделия я у думала хотите ли вы вот чтоб я заказала какой-нибудь наподобие блокнот выложила его и разыграла среди вас напишите обязательно в комментариях мне будет очень интересно кстати стразиков тут очень много осталось а здесь я набор буду такой для розыгрыша заказывать и обязательно пишите надо чтоб я его разыграл но выложила сама или же будете вы сами его выкладывать потому что это тоже очень важно и вот стразики яркие немного остались я хотела ответить на некоторые вопросы потому что последнее видео как я поняла много недовольных потому что плохо было меня слышно говорю еще раз я только учусь а монтировать пробовала наложить сверху музыку но поняла уже после ваших комментариев что видать я тихо говорила как я так как я записывала ночью вот как и сейчас у нас время 12 часов ночи а я записываю видео то я старалась говорить тихо поэтому меня было плохо слышно на некоторые вопросы я сейчас постараюсь на повторно ответить по поводу логопеда многие не поняли что я сказала почему я не записываюсь к логопеду из-за предстоящей пандемии но потому что сейчас много что запрещено вот например кружки приемы куда-то что-то вот такое вот все запрещено поэтому я боюсь пока куда-то что-то записываться но у меня номер телефона есть по идее можно проконсультироваться некоторые говорили по видеосвязи можно общаться но можно общаться по вайберу по идее если логопед согласится по вайберу с ребенком заниматься я буду только за но там этот вопрос я решу конечно по поводу детского садика я неправильно выразилась ребят извините ночь уже была я неправильно выразилась садик работает до семи не до пяти прошу прощения просто просто после пяти нам уже надо забирать детей с пяти до семи вот это время когда забирать детей многие работают до 6 многие работают позже поэтому вот так вот сделано поэтому я выхожу в 5 редкий случай когда по шестого но бывает больше чаще опять выхожу и иду в садик минут 15 я ходьбы до садика и в 6 часов мы уже идем обратно и поэтому вот у нас всегда такая темень потому что зимой сейчас да сейчас будет темно я не знаю чему удивить себя быстро темнеет по идее так потом еще какой-то там вопрос был на который меня просили ответить что я не помню по поводу сало не писали буду ли я солить сало салата мы солим детки у нас едят мы даже делаем домашний шпик перекручиваем сало с чесноком и они очень любят мы каждую зиму покупаем у нас у родственника свиньи свои он когда режет мы у него всегда покупаем сало мясо на зиму большими ляжками и отдаем деньги когда если есть возможность за раз когда нет возможно за два раза денежку отдаем дальше не помню люди спрашивали а вот я не помню про что представляете вот такая вот я ворона нас записывать я было дело тут записывала а потом что-то это опять перестала почему полосы на летней кухне ну потому что они старые думаю я не хочу и стелить я решила так что я со временем куплю новые несутся ли кур его ребята вот этот вопрос прям причем не один а несколько написала про курей сейчас пока куры у нас не несутся вообще не несутся но они все живые не все сарайки но они не несутся у нас сарай более-менее так себе теплые но не совсем теплые из-за холодов они перестали сейчас нестись но это у нас каждый год так почему не рубим своих курей но потому что не сушки они не мясные они чистые яйца несут а вот сейчас зимой не несут и у нас там старых мы будем на скорее всего может быть рубить не знаю а молодняк мы хотим на весну оставить ну там посмотрим как получится у нас там будет видно по поводу новогодних кульков делаю ли я дома и в школы в садике я уже говорила что мы сдаем деньги на новогодние кульки деткам чтобы было а а по поводу дома до детки пишут письма дедушки мороза и мы как бы собираем эти подарки отправляем письма и дед мороз всегда оставляет как говорится оставляет дед мороз под елкой подарочки дети очень ждут этого праздника и поэтому они всегда надеются чтобы что-нибудь им хорошее там перепадет так какой-то еще вопрос был не могу вспомнить ребята по поводу праздников в школах в садиках еще ничего не известно многие тоже спросили не написал наверно человека 3 в лично как многие 3 ч может человека 35 это написали в личку по поводу новогодних праздников потому что многие города говорят что их не будет ни новогодние елки ничего не будет как бы запрещено у нас тоже пока еще ничего не известно но мы все равно детям на подарки все собираем потому что дети все равно праздника хотят они еще дети и поэтому они праздника хотят но не будет не будет просто получит подарок от учителя это же будет приятно все равно ребенку поэтому вот так вот а да ребята многие справа опять многие мне вот уже многие писали что перестань так говорить многие спрашивали. Меня спрашивали, вот Илья сейчас у меня же уехал в Соликамск, и спрашивали, а забрал ли он с собой крыску? Да, он забрал с собой крыску и взял еще нашу одну крыску молоденькую, которая с Сивона сидела, чтобы ей там скучно не было. Завтра ему отвезем другую клетку туда, в Соликамск, потому что у него клетка маленькая от попугаев, и им там места мало, и я ему предложила эту нашу розовую, чтобы он забрал, он говорит, ну как я ее автобусом повезу, и поэтому завтра на машине клетку ему увезут, и будет у него там. Здравствуйте, Настя, кем работает ваша мама? У меня мама уже давно не работает, потому что она умерла. У меня нету ни мамы, у меня нету ни папы, у меня осталась только одна моя бабушка, которая живет в городе Абакан. Почему не общаетесь с братом и свекровью? Кем работала ваша мама? Мама у меня по профессии повар была. Почему со свекровью мы общаемся, с братом тоже созваниваемся? Настя, какое твое самое любимое блюдо? Овощное рагу с печенью, с почками, с сердцем. Это вот у меня самое любимое блюдо. Дорогие друзья, кто хочет посмотреть отца и мужа Владика и битву Насте с Петручьей, смотрите видео трехмесячной давности, как выросли цыплята, что с ремонтом. Ну да. У меня один вопрос, почему мужа Василька ничего не заказывает? Ну потому что он сказал, что ему ничего не надо. Я заказываю поэтому детям и то, что для дома надо. Иногда себе заказываю. Как давно Оксана была устоматологой, что с ее иными зубами? У нее просто передние зубы молочные, они выпадают, но уже большая часть выпала и сейчас они потихонечку начинают вылазить. Это мне кажется у многих деток так. Поэтому вот что-то освещение не очень. Да, сейчас мне потом напишут, что у Насте освещения вообще никого не было. почему-то в темноте сидишь. Во сколько лет я начала вышивать? Ну, ты начала вышивать. Вопрос такой был от Ольги. Начала я вышивать... Ой, много лет назад, ребят. У меня Ильюша маленький был. А я после смерти мама начала вышивать. Мне тогда было тяжело. Ко мне пришла знакомая, чтобы не отвлечь, она мне вышивку принесла. И я вот с помощью вышивки я отошла. Да. Это что получается? У меня Ильюша 18 лет. Да, получается, 18 лет назад. Настя, когда ответы ждать? Вот, отвечаю. Постепенно отвечаю. Ходите ли вы на вечер встречи выпускников? Нет. Настя, вы на море были? Да. Была. Когда ездила за Ильей, когда у меня Илья был в Грузии, я ездила за ним в Сочи. Жила там целых почти 3 недели, почти месяц, можно сказать. Я там жила, ждала Илью, когда его с Грузии привезут в Сочи. Была. Но намаялась ого-го и в долги вот в такие вот залезла. Вот такие в долги. Но ничего. Так-то нормально. Но я не купалась. Ничего, потому что у меня была маленькая Оксана тогда. Ей было всего 2 месяца. И мне пришлось ее взять с собой, чтобы забрать Илью. Почему давно не выпускаете видео на других каналах? Потихоньку начинаю выпускать. Просто не было времени. Как вы решили создать канал? И для чего? Поначалу мы канал создавали для моей бабушки, когда ее увезли в Абакан. Ну, а потом со временем мне это понравилось. А сейчас, когда еще и доход пошел, то это вообще осталось как моя работа. Я на канал выхожу, как на работу, снимаю видео. Мне это интересно. Мне приятно с вами общаться. Мне очень приятно с вами общаться. С многими я стала переписываться в Одноклассниках, в ВКонтактах. Мы созваниваемся по видеосвязи, по Вайберу. Потом Ватсап у меня есть еще. Я там уже тоже создала страницу, потому что для садика, для школы. Многие общаются на Ватсапе. Или Вайбер. Нет, Ватсап вроде бы. Там. И вот. Мне очень нравится. Мне нравится с вами общение. Спасибо вам большое за то, что вы у меня такие добрые и чутки. Когда думали над тем, чтобы забросить канал? Да, думала, когда тут на меня совсем хейтеры получились, или кто не знает. Я очень сильно плакала. Я хотела даже забросить канал. Я долго не снимала. Потом опять начала снимать. Ну, как долго? Может, день-два не снимала. Но потом опять начала снимать. Потому что я поняла, что у меня заработок идет. И без заработка я не смогу детям дать то, что они хотят. Поэтому я дальше стала снимать. Вы сами рожали? Рожала я всех сама, кроме Марины. С Мариной меня кисарили. Экстренно. Настя, какое у вас зрение? Давно не проверяла. Не знаю, но чувствую, что глаза болят иногда. Но это может еще от вышивания, то, что устают глаза. Поэтому так вот, да, зрение немножко плоховато. Настя, был ли виден и слышен взрыв в вашем городе от метеорита? Что упал у вас? Говорят, что его видели и слышали многие города. тогда. Я не знаю даже слушать. Я вот про это вообще первый раз слышу про метеорит. не пробовал ли себя в роли певицы? Я смотрела старое видео. Ты там оспела, Марине. Хорошо получается. Нет, ребята. Вы что? Какая из меня певица? У меня голос, как не знаю у кого. Не-не-не. Я даже про это думать не могу. Настя, духи индиго и крем уже закончились. Крем еще чуть-чуть я стараюсь экономно мазаться. А духи, да, уже закончились. А по качеству были запах долго держатся и не скатывался. И крем в комочки. Стоит ли их брать? Но мне вот духи индиго мне понравились. Вот я нынче ходила, опять смотрела в крипар, расспрашивала, а они сказали, у них нету. Поэтому другие два флакончика взяла. По поводу крема. Крем мне понравился. Крем вообще хороший, не скатывается. Понравился. Но пользуюсь еще все еще. Постараюсь как-то показать. Хотела бы поехать Коле и Антону в гости. Ой, слушайте, да я бы с радостью бы. Ну вот, это же далеко. Настя, привет. Покажи свои свадебные фото. У меня не было, дорогие друзья, свадьбы. Мы просто с мужем пошли, расписались. Нас даже тогда никто не знал. А потом мне бабушка еще и в тыкву ломила за то, что никому ничего не сказала. То, что сходили вдвоем и расписались. Она очень сильно обиделась. Я ругалась. Ну ничего. Настя, я давно смотрю вас. Мне нравится, что ты всегда стараешься для своих детей. Я сама знаю, что так тяжело бывает, как сама многодетная мама четверых. Из них один уже взрослый. Ну, спасибо большое за добрые слова. На этом, наверное, свое видео я завершу. Скажу вам всем спасибо, что вы остаетесь с нами. Спасибо вообще за ваши добрые сердца. И жду по поводу розыгрыша. Хотите ли вы себе такой же блокнот или нет. Хотели бы вы, чтобы я среди вас разыграла. Всем спасибо на этом. Скажу всем спасибо огромное за ваши комментарии. Многие в личку пишите, звоните. У меня на странице есть соцсети, где я бываю, захожу. Всем спасибо. Всем желаю крепкого здоровья. Всем говорю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok